Владимир Николаевич, мы с вами не виделись достаточно долгое время, уже чуть больше месяца. За это время, несмотря на длинные зимние праздники, и страна, и ваша партия, и, возможно, вы лично прошли через целую череду достаточно сложных, иногда драматичных событий. Надеюсь, что многих из этих событий мы коснемся в нашей сегодняшней беседе. Но предлагаю вам начать с конца. В минувший четверг вы посетили Москву. Как правило, когда любой молдавский политик посещает столицу Российской Федерации, это тут же обрастает слухами, версиями, подробностями, часто несуществующими. Если это небольшой секрет, расскажите, что вы делали в Москве, с кем встречались, с кем общались? Ну, вопрос о том, что мы за этот период, что парламент находится в каникулу, не прекратили свою деятельность, я бы хотел добавить, что напрасно мы это не сделали. каникулу дается для того, чтобы восстановить силы, остановиться, подумать, поразмышлять, что так, что не так, построить какие-то планы на новый период деятельности. К сожалению, этого не произошло и не происходит, потому что настолько забурлила политическая жизнь еще до каникул, что она никак не может потихомериться. А некоторые политические силы даже, наоборот, заинтересованы, ее еще дальше нагнетают всевозможными инсинуациями, всевозможными несуществующими событиями и безответственными декларациями. Теперь про мои поездки в Москву. 1 февраля исполняется годовщина, первая годовщина интронизации патриарха Кирилла на сей высокий пост в нашей Православной Церкви. Я имел высокое счастье, как христианин, участвовать в процедуре интронизации патриарха. Более того, быть в сердце Храма Христа Спасителя в то время, когда происходила сама непосредственно процедура посвящения митрополита Кирилла в патриарха Кирилла. Мы в этом помещении находились вместе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, Владимиром Владимировичем Путиным и я. Я думаю, что каждый христианин, любой из нас, мечтал бы хоть раз в жизни или когда-нибудь в жизни увидеть, присутствовать при таком высоком, я бы сказал, пожалуй, историческом моменте. И я поехал специально поздравить патриарха Кирилла с годовщиной интронизации. Конечно, состоялась беседа откровенная, чистосердечная, так как и должно быть, когда беседуешь с таким высоким святым лицом нашей Церкви. Конечно, мы тему этой беседы посвятили положению дел нашей Молдавской Православной Церкви, которая, увы, не на том уровне, который должно было быть и которая могла бы быть, учитывая, что мы имеем такую большую поддержку лично от патриарха. Учитывая, что мы все годы, когда находились у власти, сделали немало, это не моя оценка, это оценка верующих нашей страны, это оценка людей для укрепления материальной базы, для улучшения подготовки кадров для нашей Молдавской Православной Церкви и, самое главное, для единства рядов в нашей Православной Церкви. Вот эта встреча моя с патриархом Кириллом была посвящена вот этим проблемам. Конечно, я ему рассказал, я в политическом контексте о ситуации в нашей стране, кстати, патриарх оказался довольно-таки информированным, переживает, пожелал нам в конце, пожелал мне, благословил и пожелал, чтобы мы нашли пути к объединению всех сил нашего общества, к объединению народа, по укреплению веры и способностей и качеств наших личных к тому, чтобы не допустить ситуации из-под контроля в стране, и чтобы нормализовать ситуацию, и чтобы улучшить положение дел во всех сторонах жизни наших людей. Вот такой блиц-визит, я вылетел в обед и вечером поздновато, правда, уже вернулся обратно в Кишиня. Продолжение следует. Продолжение следует.